Встреча главы региона и полномочного представителя президента России началась с осмотра территории завода. Далее делегация отправилась на закрытое заседание. После него участники рабочей встречи осмотрели корпус, пульты управления предприятия, лаборатории, отдел контроля качества и пообщались с представителями трудового коллектива. Обсуждались вопросы социального обеспечения сотрудников. Второе, что мы обсуждали вопросы дальнейшего развития завода. Общий объем инвестиций в строительство предприятия составил более 12 миллиардов рублей. Завод производит цемент сухим способом по новейшим технологиям в соответствии с международными стандартами. Это позволяет существенно увеличить объем выпуска продукции. Это наши отечественные инвестиции. Которые были привлечены для создания рабочих мест, прежде всего для увеличения налогооблагаемой базы. Меня порадовал цементный завод в том, что он за три года увеличил несколько раз налоги, которые поступают и в местный бюджет, и в региональный бюджет. Вопрос импортозамещения по-прежнему остается актуальным. Замещают, уже выпускают цемент на российский рынок. И практически сегодня российский рынок полностью обеспечивается практически на 80% нашими отечественными производителями. Далее полпред и глава региона приняли участие в торжественной церемонии выпуска студентов Михайловского экономического колледжа-интерната. В течение ряда лет учебное заведение становится лауреатом конкурса «100 лучших СУЗов России». У вас есть уже диплом, у вас уже есть профессия, и это обязывает уже к тому, что нужно отдавать долги Родине. Если Родина заботилась о вас, теперь нужно ей отдавать долги Родине. То есть нам всем нужно трудиться, и вам в том числе, на благо нашей Родины. Поэтому большой вам привет и на лучшие пожелания от нашего президента Владимира Чапутина. Представители делегации также побывали в детском саду «Василек». Он был построен в 2014 году, рассчитан на 250 мест. Действует 14 групп общеразвивающей направленности для воспитанников от полутора до семи лет. Далее полпред и глава региона вместе с ветеранами приняли участие в возложении цветов к комплексу, посвященному героям Великой Отечественной войны. «Все начальник хороший, там и порядок. Вот и сейчас у нас девушки, действительно начальник, они только в кабинете сидят. Они все в этом. Народом работают. Вот поэтому мы все везде как-то. Рабочая поездка продолжилась посещением культурно-исторического комплекса «Михайловский сад», где 22 августа прошлого года по инициативе жителей города была установлена скульптура Архангела Михаила. «Михайловский район порадовал на сегодняшний день. Я хочу сказать, что вообще Рязанская область радует. Она сегодня один из локомотивов, так сказать, и то, что касается промышленности, и части сельского хозяйства, особенно строительства. Ну и самое главное – обеспеченность детскими местами, детских дошкольных учреждениях, ликвидация второй семейной школы. И, конечно, самая главная задача – это обеспечение ветеранов жильем». И в завершение полпреда глава региона побывали в детской и юношеской спортивной школе «Метеор». Здесь ведется подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса для сборных команд Рязанской области и Российской Федерации. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...